Рассмотрим работу по Norb Creation Toolbox по панели создания объектов Norbs. Для того, чтобы воспользоваться этой панелью, нам необходимо создать какой-нибудь объект Norbs, допустим, вот такой, и перейти в режим вкладку редактирования объекта. Появляется окошечко Norb Creation Toolbox, если его нет, раскройте в командной панели вкладку General и нажмите на зелененькую пиктограмму отображения панели. Первая вкладка содержит команды по созданиям точек. Это единственный уникальный объект в Максе, который позволяет создавать поинт. Нажав на Create Point, вы можете добавить независимые точки в необходимых местах. Сами по себе точки использоваться не могут, но через них мы можем простраивать кривую. Таким вот образом они являются такими маркерами, через которые будущая кривая будет проходить. Эти точки в режиме редактирования точек мы можем точно так же редактировать, как и все обычные элементы, с которыми мы привыкли работать. Следующим элементом мы рассмотрим пункт создания Create Offset Point. Соответственно, вот в контрольной панели вкладки Create Points это следующая команда. Offset Point сами по себе существовать не могут, они должны быть привязаны к одной из существующих точек. И мы должны будем указать определенное расстояние по соответствующим осям, на котором эти точки будут существовать. Соответственно, если мы перейдем во вкладку редактирования точек, мы с вами не можем отдельно перемещать независимую точку и зависимую. Они друг к другу привязаны. Какую бы мы ни выбрали, между ними создается вот такая вот жесткая связь. Мы можем создавать точки смещения как пользуясь независимыми точками, так и относительно точки, которая располагается на какой-либо кривой. Таким вот образом, редактируя положение одной из точки, другая будет тоже следовать за ней. Когда мы создаем точку Offset, мы можем работать в двух режимах. Во время создания может создаться точка смещения, мы можем задать смещение относительной точки оригинальной. А можем создать AdPoint, то есть эта точка сядет на место с теми же координатами, что и точкой оригинала. И они будут находиться в одном геометрическом месте. Рассмотрим следующую команду CreateCurvePoint. Эта команда позволяет создать на кривой определенную точку, в определенном месте точку. Вот она там находится. Значит, если мы перейдем в режим редактирования точек, мы с вами увидим следующую картину. Когда выбираем эту точку, мы перемещаем всю кривую. Во-первых. Во-вторых, обычные точки меняют кривизну. А эта точка находится на кривой. Если мы изменяем положение кривой, то вот эта созданная точка, она движется вместе с кривой. Она как бы не закреплена, она закреплена к кривизне самой кривой. Вот основное различие. От обычных команд Refine или Insert, которые мы проходили на прошлой лекции. Для того, чтобы рассмотреть следующую команду CurveCurvePoint, нам с вами необходимо будет создать еще одну дополнительную кривую. Выбираем создание точки CurveCurvePoint, устанавливаем ее на одной точке и находим место для точки в соседней кривой и устанавливаем соответствующим образом. После того, как мы создали CurveCurvePoint, эти точки появляются на этих кривых. И если кривые не пересекаются, соответственно, эти точки подсвечиваются оранжем. Если у нас есть место пересечения, то мы с вами увидим следующую картину. Во-первых, мы уже создавали точку, соответственно, вот она здесь указана. Во-вторых, мы можем попытаться еще раз выбрать одну кривую, выбрать другую кривую в этом месте, недалеко от него. И точка пересечения будет установлена на месте вот этих вот двух кривых, соответственно. Во время перемещения кривых вы можете увидеть, что эти точки будут следовать по этому перемещению, пока это будет возможно. Значит, и две оставшихся элемента, они создают CreateSurfacePoint, точку на поинтовой поверхности, и CreateSurfaceCurvePoint, соответственно, на другой поверхности. Вот, давайте рассмотрим следующие элементы, это кривые. Значит, раскроем вкладку кривых. Create. И увидим, что первые две команды создают известные нам уже типы объектов, это CreateCurve и CreatePointCurve, то есть точечная кривая и кривая с контрольными точками. Соответственно, тут мы уже знаем, как работать с этими командами. CV-кривая, CV-кривая или точечная кривая. Напоминаю, не забывайте щелкать правой кнопкой мышки по завершению ввода соответствующих команд. Значит, рассмотрим следующий тип кривой, который называется команда CreateFitCurve. То есть, в переводе на русский это бы называлось, наверное, создать кривую подгонки. Конкретно эта команда позволяет нам, используя точки, создавать кривую, вписываясь в эти вот точечки наши. Мы можем использовать данную команду как используя независимые точки, так и точки, которые принадлежат уже каким-то другим элементам. И, соответственно, когда мы будем пытаться одну из этих точек перемещать, она за собой будет тянуть всю вот эту вот композицию вот таким вот образом. Ну и при этом эти линии, они кривые, остаются как бы независимы для редактирования. И каждую из них отдельно мы можем пытаться каким-то образом перемещать. Значит, у нас есть команды CreateTransform, CreateBlend. Но более интересная из них CreateOffsetCurve, которая создает, например, кривую смещения относительно оригинальной, такую вот обводочку делает. Вот. Кривая зеркальная, например, которая позволяет создать и отзеркалить относительно определенной оси. Здесь выбирается ось, как в обычных командах зеркал или отражений. Ну, дальше мы рассматривать вкладку кривые уже не станем. Это вы можете сделать на расширенном курсе, где все элементы норм системы рассматриваются. Пойдем дальше. Дальше у нас с вами есть вкладка, которая отвечает за работу с поверхностями. Давайте вначале создадим объект сложной геометрической формы. С помощью PointCurve выровняем по оси соответственно такой вот элемент. Создадим. Теперь мы уже знаем, что есть возможность этот элемент отразить. Мы можем взять кривую и, допустим, отразить в ту или иную сторону с помощью команды отражения кривых. В режиме кривых мы переместим, допустим, вот таким вот образом эти элементы и создадим из них объединение точек. Но для этого мы не можем воспользоваться функциями стандартного редактирования, пока мы мировых курв не, допустим, преобразуем известной вам командой ConvertCurve. И мы в PointCurve ее преобразуем в точечную кривую. Дальше возьмем вот эти вот две точечки и, допустим, в режиме кривых объединим их командой Join сверху в Zip режиме. Снизу мы, допустим, возьмем Point режим редактирования точечек и командой Fuse объединим эти точечки. Выровняем их привязочкой. Не будем закрывать кривую, после чего начнем рассматривать Surface вкладку. Что мы здесь наблюдаем? Первая команда CreateCVSurface, нам известно, создает контрольными точками поверхность. Вторая создает PointCurve, PointSurface, то есть развернем эту вкладочку. Эти две команды, они аналогичны пунктам создания здесь. Дальше у нас более интересные варианты, но мы пойдем от простого варианта. Это создание ExtrudeSurface, выдавливание поверхности в одну или в другую сторону. Допустим, мы выдавим в ту сторону. Во время выдавливания здесь будут продемонстрированы возможности по работе с этой конкретной функцией выдавливания. Мы с вами можем обратить нормальный и использовать команду Cap для того, чтобы закрыть крышечкой вот этот вот элемент. Если мы с вами этого не сделали и отключили команду выдавливания поверхности, из этой вкладки исчезает основная функция выдавливания поверхности. Но у нас все равно остаются в режиме Surface возможности добраться до метода создания этой поверхности. Соответственно, у нас нужно выделить эту поверхность в режиме Surface. И мы с вами увидим, что в основной вкладке появилась возможность обратить нормальный. Это первое, что нам нужно будет сделать. Дальше мы увидим, что появилась вкладка ExtrudeSurface, но здесь уже нет обращения нормалей. Но зато у нас с вами есть возможность воспользоваться определенной командой CreateCapSurface для того, чтобы закрыть крышечкой. С одной стороны и с другой стороны, соответственно, вот эти вот отверстия. Значит, мы рассмотрели две команды. CapSurface, так же как и команда закрывания отверстий, и команда выдавливания. На уровне кривой мы всегда имеем возможность редактировать оригинальную кривую. И в реальном времени, когда мы проводим операции по редактированию, у нас происходят какие-то действия. Какие-то действия. Значит, я сейчас обратил нормально Cape на вот этой вот крышечке. Благодаря чему мы можем изменять форму вот этого вот элемента. Ну, даже в режиме точек можно попытаться как-то оттрансформировать этот объект. Но с учетом того, что у нас геометрия будет сильно ломаться. Значит, возможно, этого делать и не стоит. Но, тем не менее, такие возможности, они как бы есть. И вот мы можем наблюдать в каркасном режиме. Вот такую вот довольно сложную геометрию полученную на этом объекте. Значит, давайте рассмотрим на следующем примере, что можно было еще сделать. Можно было еще сделать вот какую вещь. Я не успел скопировать вот этот элемент. Мы сделаем независимую копию во время копирования с шифтом этого элемента. И попутно рассмотрим команду вращения. Команду вращения. Создание тела вращения. Это следующая команда. Она так и называется LeatherSurface. От имени LES модификатора создания тела вращения. И, как вы видите, здесь есть все те же параметры, которые есть в модификаторе LES. Значит, опять обратим в нормале, потому что вывернулось не в ту сторону значимую. Три направления X, Y, Z. Минимальная, центральная и максимальная точка может быть использована для работы. И в случае, если какое-то отверстие образовывается, закрыть его крышечкой. А также вот этот вот разворот на 360 градусов, он тоже здесь присутствует. Значит, что еще интересного можно здесь вам продемонстрировать. Давайте сделаем цилиндрик небольшой. Вот. Значит, преобразуем его в NURPS. Возьмем поверхности и удалим поверхность вот сверху и снизу, получив вот такую вот трубочку. NURPS трубочку. Соответственно, мы можем взять и каким-то образом расположить эту трубочку по этому объекту. Ну, допустим, мы попробуем внедрить его внутрь. Приоттачиваем эти два объекта друг к другу. И попробуем создать командой, которая позволит сделать скругление. CreateFillateSurface. Выделяем одну. Создаем вторую. Значит, и вот здесь параметры скругления, которые здесь указаны. Значит, видимо придется опять-таки обратить нормали. Можно отрегулировать определенные параметры для того, чтобы вот это вот скругление было в нужных размерах. Вот. Значит, основной параметр мы установили. Соответственно, есть вот такая вот вещь, как FilletSurface. То есть, поверхность скругления. Для следующих элементов нам необходимо будет подготовить сцену. Возьмем, допустим, сплайны с помощью линий. Сделаем вот такие вот ступенечки. С помощью команды Extrude выдавим эти ступенечки в определенную сторону на определенный размерчик. Дальше на виде слева мы с вами воспользуемся PointCurve и прочертим форму кривой. Я, допустим, хочу сделать тряпочку, которая как-то вот здесь так лежит, здесь так же лежит. Тут важно, чтобы у нас все получилось, направление создания линий выдерживать в одну сторону. Я специально сделаю не так. Вот здесь, справа налево создам кривую. И давайте посмотрим, что же нам позволяет делать команда Create ExtrudeSurface, нам известно. Выдавливание команды. Значит, более подробно мы можем посмотреть здесь ее параметры. по X, по Y, по Z выдавить. Мы видим, что, кажется, она выдавилась с неправильной нормалью. Нажимаем Flip Normal. Выдавливаем. Выходим из команды. Можно было работать в одном объекте, но для этого надо было наши кривые приотачить одну к другому. Значит, я этого делать не буду. Я специально выдавлю три отдельных кривых. И после этого воспользуюсь следующей командой. Значит, тут есть такая вот команда, которая называется Create Blend Surface. Значит, как она работает. Давайте начнем сверху. Нажимаем команду Create Blend Surface. Выбираем одну из граней для объединения между собой. и наводимся на нижний объект. Есть команда Create Blend Surface, которая будет работать только если мы все это дело приотачим. Иначе она работать не будет. Значит, три поверхности приотачили между собой. Взяли Create Blend Surface. Выбрали одно ребро. Налелись на следующее. И получили вот такой вот элемент. Развернем эту вкладочку. У нее есть такие параметры, как Tension с верхней стороны регулятора, Tension с нижней стороны регулятора. Отрегулируем так, как нам нужно. Дальше, понятное дело, нажимаем Flip Normals. Вот, подстроили. Берем следующий элемент, стыкуем. Еще раз нажимаем на создание Blend все этого самого поверхности. И создаем вот такую вещь дальше. Значит, во время объединения у нас произошло перекручивание именно из-за того, что я одну кривую начертил в обратную сторону. Как это решается? Очень просто. Нажатием одной кнопочки Flip End 1. Ну, а дальше мы с вами здесь естественно точно таким же образом, каким нам это необходимо, добиваемся того, чтобы наша тряпочка лежала в нужном месте. на виде лицевом мы с вами добавляем кривую. Куда мы ее добавили? она у меня немножко не там, где она оказалась. и пробуем с помощью Blend Surface дорастить этот элемент вот. Вот. Ну, тут, видимо, эту кривую надо было еще немножечко вытащить оттуда. Вот. Вот таким вот образом можно использовать Create Blend Surface для создания таких вот поверхностей. Значит, что еще можно было бы сделать? Мы можем еще одну команду рассмотреть, которая, в общем-то, срабатывала бы точно таким же образом. опять склонируем, создав независимые вот такие вот поверхности с двух сторон, кривые, то есть. и мы можем использовать например, такую вот команду, как команда, которая позволяет между двумя кривыми натянуть поверхность, называется Create Rule Surface. Выбираем эту команду, выбираем одну поверхность, выбираем вторую поверхность, обращаем нормальный случай надобности, и пробегаемся по всем трем элементам. Дальше можно воспользоваться той же технологией создания Blend, допустим, поверхностей, для того, чтобы между ними Blend работает здесь точно так же, как и в предыдущем примере. Натянули, отразили, отрегулировали, натянули, отразили, провернули, отрегулировали, и так дальше. Создадим Point Curve, у нас с вами будет нижний контур замкнутый вот такой вот. Дальше мы создадим еще один контур, примерно вот такой, и два сплайна эллипсов. Один будет сверху, второй чуть повыше, но этот элемент вот здесь. Значит, мы создали вот эти вот объекты, мы их сдублируем, а дальше создадим RollIt Surface поверхность от первой к следующей, от следующей к этой, от этой соответственно, здесь мы обращаем нормали, а здесь нам необходимо будет посмотреть, почему у нас получился вот такой вот заворот. Значит, этот заворот можно попытаться отрегулировать, если подобрать характерные точки начала и, соответственно, конца вот этой вот поверхности. раскрутив петлю, так сказать, из которой получился вот этот вот элемент. Ну, допустим, как-то так. Хотя здесь тоже видимо, нормали обратить. Конечно, надо было бы рисовать это все на виде сверху. тогда мы увидели в чем причина вот этой неестественности. Мы можем кривые смещать в случае необходимости проворачивать. В режиме поверхности мы можем отразить это все дело и вот таким вот образом распрямить, если у нас что-то пошло не так. Вот. Таким вот образом мы можем раскрутить эти все петли, которые у нас были созданы. Давайте рассмотрим следующий метод, с помощью которого мы можем по сечениям создать элементы, создать поверхности. А этот метод называется создание U-loft surface поверхность по одной направленной оси. Она создается сразу одним щелчком. И здесь мы наблюдаем ту же самую петлю. После того, как мы закончили, нажимаем правую кнопку, можно выбрать вот здесь вот четыре сечения, конкретное сечение и допустим обратить в случае надобности. Вот одно из этих сечений для того, чтобы раскрутить некоторые петли. в данном случае мы можем определенные нормали раскручивать и закручивать командой reverse, например. и здесь же мы можем провернуть в случае надобности эти вот элементики выставив их по одной траектории для того, чтобы задать правильный контур. таким вот образом мы создали две поверхности, но с помощью Uloft у нас образуются более гладкие элементы, то есть если предыдущий метод, который мы использовали рулет сурфейс давал жесткие грани, то Uloft дает более мягкие грани, что для органических форм весьма хорошо. Насколько я вижу хронометраж нашей реакции немножко превышен, поэтому остальные варианты создания поверхностей мы рассмотрим видимо в следующем видео. Учитесь вместе с нами. До свидания. Редактор субтитров Корректор Корректор